Всем привет! Немного новостей с поляны в реальном времени. Адеев рассказывает, было много скандалов, также было много любви с нашей Санюткой стороны. Кроме нас никто тут не строит любовь, никому ничего не нужно, все забыли для чего они тут находятся. Я же всегда напоминаю ребятам о том, зачем они здесь, чтобы найти свою половинку, а не найти себе конфликты и проблемы. Наслаждайтесь этой жизнью, любите. Жизнь многогранна, изобильна и утвердительна во всех своих проявлениях. Аня Самонина решилась на пластическую операцию. Нет, это будет не бюст, она его увеличит только после родов, и это правильно. Ане не нравится свой нос родной. Я так давно хотела его изменить, мне он не нравится, поэтому скорее всего будем уменьшать в ближайшее время. А вот ребята решили поиграть в поле чудес. На самом деле это шеревьевка перед третьим этапом конкурса Человек-года. Ой, а кто это ведет репортаж с места событий в реальном времени? Это вернулся Тигран и свою девушку уговорил еще немного пожить на поляне. Ребята долго общались с руководством. Мы пришли к общему знаменателю, рассказывает Тигран. Я дал согласие и принял решение, что мы с Викой остаемся на проекте. Не главное где, а главное с кем. Нам пошли навстречу. Мы еще не готовы уходить, мы неподготовленные. Мы многого хотим добиться на телепроекте. Он так много дает, почему бы не воспользоваться. Я занялся массажем, принимая под запись на 26 мая. Но не раньше, потому что я сделал татуировочку. Еще одна хорошая новость от Тиграна. Теперь в его салоне будет мини-бар. Можно будет принять и расслабиться. А вот Тигран прощается со своей машинкой. Малышка скоро будет продана. Как бы мне не хотелось, но пора расставаться с подругой. Она служила мне верой и правдой. Хорошие новости от Сергея и Элины. Сергей вернулся на поляну, поговорил с девушкой. И судя по кадрам будущего эфира, они снова вместе. Будьте уже вместе, зачем мучиться, пишут им в комментах. Тоже мне богиня, совсем не уважает себя. После изолятора стоять с ним рядом, это себя не любить. Она оказалась на месте Санчо. Бегает за ним и любит, а он ее отвергает и показывает безразличие. Бумеранг вернулся. В реальном времени на поляну приехали Горина к подону Дмитренко Ебаровы. Либи и Илья останутся надолго. Ребята пришли с чемоданами и уже разложили свои вещи по шкафам. Горина рассказывает. У меня сегодня шикарное настроение, такое же, как и я. Последний раз я была здесь в феврале. Я очень соскучилась. Всех зацеловала, заобнимала. Я всегда приезжаю с гостинцами, как в родительский дом. Мне всегда почему-то хочется всех угостить. Либерш и Ваня вчера весь день скандалили. Что же, ребята, не поделили? Ваня изначально стал высмеивать Либерш. Ой, не могу, говорил он. Какой сегодня смешной приход. Потом Барзиков и Ебаров стали снимать девушку тайком на камеру, запирать в женской спальне. Ну а потом Либерш и Ваня от души ругались. И не один раз. Барзиков говорил ей обидные слова на тему ее непопулярности у мужчин. Либерш отвечала. Тебя как вообще касается тема моей девственности? Куда тебя несет? Когда ты стал таким поганым человеком, я тебя не узнаю. И я тебя не узнаю. Посмотри, в кого ты превратилась. Ты животная. Барзиков потребовал убрать Либерш с поляны. И в знак протеста, взяв Кристину за руку, Ваня покинул дом 2. Ну и как позже оказалось, ребята просто на выходном, сидят на съемной квартире, смотрят телевизор, выгуливают Лео. Кристина Бухенбалта и хочет сделать сама себе подарок на день рождения. Есть одна проблема. Желаемое украшение не продается в Москве. Только в Европе и Дубае. Девчонки просит она своих подписчиц. Кто из вас прилетает скоро из Европы или Дубая? Хочу попросить вас купить мне одну вещь, а деньги я потом вам перекину на карту. Помогите Кристине, кто может. Черно и Аганесян продолжают поиски съемной квартиры. Но две недели поисков пока успехом не увенчались. Вчера вроде нашли подходящий вариант, но все не то. Дни Саши на проекте сочтены. Она понимает, что нужно идти дальше, но на душе очень тоскливо. Есть, пишет она, некая грусть по этому месту, как по пионерскому лагерю. Но все-таки дом 2 это не место отдыха, это ежедневная работа, это конкурентная среда, пишет Черно. Я люблю дом 2, но в этот раз я ухожу навсегда. Я это очень хорошо понимаю. Зрители уверены, что уход Аганесянов негативно скажется на развитии Стефана. Благодаря неравнодушным зрителям, которые жаловались в соответствующие службы и критиковали родителей, с ребенком стали заниматься хоть как-то. Мы заставили их гулять, играть, заниматься, вот пишут в комментариях. Теперь Чернявская будет опять сутками лежать в кровати, снимать сторисы. А ребенок пялится в телек. Также Черно очень сильно устал от хейтеров. Захожу в какую-нибудь группу, и у меня шевелятся волосы. Они пытаются облить меня Гэ со всех сторон. Но я понимаю, что это не обо мне. Это о каком-то выдуманном человеке. Они сами придумали себе образ меня, который абсолютно не соответствует действительности. И начинают писать лютые вещи. Любопытно, что они могут превознести человека чуть ли не до небес, который не представляет из себя ничего. Имен она не называет. Который ноль, гнилой внутри. А нормальных людей, таких как я, топят. Это все новости на данный час. Подписывайтесь. Будем сплетничать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...